Славянское отделение бокса имеет давнюю историю. Здесь растут сильные, уверенные и амбициозные парни. Без преувеличения можно сказать, что каждый из ребят, которые посещают отделение, мечтают повторить карьеру нашего земляка Сергея Водопьянова и главной целью видят восхождение на Олимпийский пьедестал. В 2017 году один из славянских боксеров вошел в состав мужской сборной края и принимал участие во всероссийском турнире в городе Грозный. На улице уже темно, но двери спортивного комплекса «Лидер» все еще открыты. А в залах царит привычное для этого место суета. Тренировки отделения бокса спортивной школы «Триумф» проходят здесь с утра и до 9 часов вечера. Вечернюю тренировку проводит старший тренер отделения Александр Водопьянов. Более 200 ребят посещает отделение. С ними работают пять тренеров-преподавателей. Среди подавляющего числа мальчиков ходят на бокс и девочки. Возрастные ограничения находятся в диапазоне от 10 лет и до бесконечности. Но если люди более старшего возраста ходят для того, чтобы получить физическую нагрузку и психологическую разгрузку, то юные боксеры грезят о соревнованиях и победах. И не безосновательно. Впервые за несколько последних лет в 2017 году славянский боксер Дмитрий Зубко принял участие во всероссийском соревновании в составе мужской сборной края. Но чтобы попасть туда, парню пришлось пройти серьезные испытания, говорит его тренер Александр Водопьянов. «Отобрался он через общество «Юность России». Провел там пять боев. В финале ему было очень тяжело. Был спортсмен такой есть Алешкин, гораздо опытнее. Старше он его. Ну, тем не менее, молодость берет. Для самого Дмитрия быть отобранным во взрослую сборную края – большое достижение. И бой за право попасть на всероссийский чемпионат – серьезная веха в его карьере. «Не рассчитывал для первого раза соперника такого уровня высокого. Международный мастер спорта. 29 лет. Для меня 18-летний мальчик. Это довольно-таки круто получается». В самом же чемпионате показать класс Дмитрию не далось. Складывается нехватка опыта проведения боев такого класса. «Каждый первый год – это очень хороший результат – попасть на чемпионат страны. Это огромный багаж опыта, который забираешь оттуда с собой. Город везешь». Мнение спортсмена поддерживает и его тренер. «Очень интересно. Колоссальный опыт получили. Посмотрели. Мы сами выехали впервые на чемпионат страны. Ну, уже давно. И с Ваенской не выезжали на чемпионат. Вот нам. Димка молодец, отобрался. Поехали на чемпионат страны». Такие выезды очень важны для спортсменов. И помощь в их организации ребята получают от неравнодушных к этому виду спорта бизнесменов. Максим Панов – славянский предприниматель, сам любит бокс со школьных лет. И для разрядки приходит заниматься в зал регулярно. Он верит в большое будущее ребят, потому считает своим долгом помогать ребятам в их стремлениях. «Нужна на самом деле поддержка. Я в камеру призываю поддерживать ребят. Вот пусть все посмотрят. Ребята занимаются. Это еще не первая группа. Есть и помладше. И другие ребята. Их нужно, чем можно поддерживать». «Бокс – это прежде всего умение думать», – говорят спортсмены. Здесь, как в шахматах, нужно анализировать ситуацию, предугадывать ход противника. И, конечно же, иметь хорошую физическую форму. Во всем этом мальчишкам помогают хорошо подготовленная спортивная база Славянского района и опытные тренеры-наставники. Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова